Здравствуйте! В эфире программа Око прокурора. С вами в студии Ирина Петрова. Смотрите сегодня. Причины роста преступности прокурор разъясняет. Пенсионеры и субъекты малого и среднего предпринимательства получат рассрочку по долгам. По итогам первого полугодия 2020 года в Татарстане рост преступности характеризуется ее увеличением на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего у нас зарегистрировано 27138 преступлений. А такой вид преступлений, как хищение с банковских карт с использованием сети интернет, вообще увеличился на 74%. Многие задают вопрос прокурорским работникам. Так в чем же причины роста преступности? Почему у нас много хищений с банковских карт, много преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков? Причин много. Но мне бы хотелось обратить внимание на одну из основных причин. Есть немало граждан, которые своим поведением способствуют тому, чтобы другие лица совершали преступление. И нередко сами также его совершают. Казалось бы, отбывает лицо наказание в колонии, встает на путь истинный. Но нет, оказываются люди, которые сбивают его с этого пути. В ходе реализации плана по проведению республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков» сотрудники оперативного отдела исправительной колонии номер 8 УФСИН России по республике Татарстан и отдела наркоконтроля ОМВД России по Альметьевскому району задержали на прилегающей режимной территории 18-летнего гражданина. При досмотре автомобиля злоумышленника обнаружены и изъяты арбалеты и стрела к нему, на конце которой был прикреплен сверток с веществом. Во внутренней запретной зоне исправительного учреждения возле ограждения обнаружена вторая стрела с прикрепленным свертком. Дальнейшая экспертиза установила, что вещество является наркотическим средством «Гашиш» общим весом 128 грамм. По данному факту в Синроссии по республике Татарстан проводится проверка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Перевозка и хранение наркотических веществ». В моем понимании арбалет является спортивным метательным оружием, но я никогда бы не подумала, что его можно использовать и в других целях. Интересно, что думал этот молодой человек, когда перебрасывал наркотики на территорию колонии? Кому он хотел оказать в его понимании помощь? Оказывается, не только арбалет, но и зубную пасту можно использовать необычно. В городе Чистополь в ходе реализации оперативной информации в помещении комнаты приема посылок и передачи следственного изолятора номер 5 Уфсен России по республике Татарстан при досмотре передачи на имя одного из осужденных сотрудники учреждения обнаружили и изъяли два тюбика зубной пасты, в которых были обнаружены полимерные пакеты с предположительно наркотическим веществом. Последующая экспертиза установила, что это героин общим весом 1,79 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уфсен России по республике Татарстан проводится проверка. Вы первый раз передаете? Да, я вообще первый раз передаю. Ты когда раньше? Нет, я же поэтому пришла, ничего не знаю, как это, смотрю, пакеты. Мне ничего не покупало, сама ни одной вещи. А я даже не стала, ну что я буду проверять? Я даже не думала, я умрала, он меня выбросил, вот я и сделала доброе дело. Вот все, честно. Уфсен России по республике Татарстан настоятельно рекомендует родственникам осужденных и следственно арестованных граждан самостоятельно формировать посылки и передачи и не передавать в учреждения вещи, полученные от посторонних лиц. За 6 месяцев 2020 года сотрудниками Уфсен России по республике Татарстан было задержано 22 человека за попытку передачи в следственные изоляторы и колонии 834 грамм наркотических веществ. В отношении 19 возбуждены уголовные дела. Передают не только наркотики, передают сотовые телефоны, спиртные напитки и другие запрещенные предметы. Передали в колонии сотовый телефон, а осужденные используют его для мошеннических способов хищения денежных средств со счетов граждан. Вот и ответ на вопрос, почему у нас растет преступность. Прежде чем поместить наркотик в зубную пасту или спрятать сотовые телефоны под доски для передачи в исправительное учреждение или следственный изолятор, помните, что вы являетесь соучастником преступления. Об этом нельзя забывать никогда. В нашей программе мы в первую очередь рассказываем про законы, которые направлены на защиту и помощь людям. 20 июля 2020 года был опубликован федеральный закон номер 215 об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции. Этот закон касается категории двух должников. Субъекты малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших отраслей в период пандемии коронавирусной инфекции, кроме тех, кто попал под мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, и пенсионеры по старости, инвалидности и потере кормильца, у которых нет иных источников доходов и недвижимости, кроме единственного жилья, а размер пенсии составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда. Бизнес может получить рассрочку до года, но не позднее, чем до 1 августа 2021 года, по долгам на общую сумму до 15 миллионов рублей. Рассрочка для бизнеса не касается задолженности по возмещению вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, по компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и авторских вознаграждений и оплате труда. Граждане могут получить рассрочку на срок до двух лет, но не позднее, чем до 1 июля 2022 года, по кредитным долгам до 1 миллиона рублей. Если вы подпадаете под данные категории, то необходимо с письменным заявлением обратиться к судебному приставу исполнителю, и он обязан вынести постановление о приостановлении исполнительного производства. Это была программа ОКО прокурора с Ириной Петровой. До следующей встречи. И помните, на каждое незаконное действие прокуратура ответит противодействием. Субтитры создавал DimaTorzok